Сакуров. Ну-ка расскажи про Сакурова. Сакуров режиссер такой, ему говорят, вот вы извинитесь или нет, а он говорит, я извиняться не хочу. Все говорят, ну подождите, мы же все извиняемся, а почему вы не извиняйтесь? А он говорит, а я не буду. Ну я против Сакурова, потому что как это так, все извиняются, а он не извиняется, я против Сакурова. Это неправильно, я считаю, я бы за это наказывал на самом деле, что ты думаешь, Рос? Ну, наказывать, наверное, все-таки не надо. Да. У нас и так слишком много наказаний, но господин Сакуров, конечно, удивил. Но ты вообще слышал, да, эту историю? Да, да. Не знаю теперь, как он будет проезжать по мосту Ахмата Кадырова. Да там можно просто проезжать по Кремлевской набережной и получить свинцовое отравление, как это в свое время произошло с Русланом или с Селимом. Я не помню их. Там с Борисом тоже самое случилось, там с другим Борисом, не нашим, но тоже там... Но он на мост, да, тоже решил пойти прогуляться и отравился, да. Там, там, там такое. Это потому, что у вас экология плохая в Москве. Да, это правда. Да во всем китайцы виноваты, неужели вы не понимаете? Это правильно. Нет, ну китайцы виноваты в принципе во всем. Он недавно читал как раз, как Болсонару пытался поменять курс бразильской внешней политики. Он очень пытался. Он заявил, что выйдет из Брикса. Он сказал, что не хочет дружить с китайскими коммунистами. Боже, храни Бразилию и вся надежда на Трампа. А потом, значит, с США они выпустили... Ну, в общем, все, все, значит, мы теперь будем полностью ориентироваться на Америку. Будем дружить только с Америкой. Будем со всеми там китайцами и русскими очень сильно не дружить. Вот. А там, значит, Соединенные Штаты Госдепартамент выпустил письмо. Ну, просто частное, не публичное письмо. Которым он поддержал вступление в ОССР. Организация экономического сотрудничества и развития. Такой клуб развитых государств. Он поддержал вступление в ОССР, Аргентину и Румынию. А Бразилию не поддержал. И таким образом американцы показали, что они очень рады тому, что бразильцы хотят с ними дружить. Но им на бразильскую дружбу наплевать. И, в общем, теперь все. Болсонару съездил в Китай. Там извинился перед Си Цзиньпином. То есть я почему про это вспомнил. Вот. Он извинился перед Си Цзиньпином. То есть Си Цзиньпин – это у нас такой глобальный кадыров. Понимаете, в чем дело? То есть вы, конечно, можете баковать на Си Цзиньпина, но потом вам придется сказать, что согласен зря. Придется извиняться за низкий уровень социального рейтинга. Абсолютно. Да, да, да. Вот. И как бы публично сжигать чучело Винни-Пуха у себя на главной площади в столице. Знаешь, мне кажется, что если ты сожжешь чучело Винни-Пуха, то тогда ты даже уже извиниться не сможешь. Тебя сразу... Да, не успеешь. Нет, ты просто как бы все картинки с Винни-Пухом, все вообще, ты просто как бы сделаешь так, чтобы этого не было. Да. Этого просто нет. И запретишь упоминать. Да, это совершенно верно. А вот. Да, в общем, так что вот у нас Си Цзиньпин – это такой глобальный кадыров. То есть перед ним теперь все вынуждены извиняться. Кстати, вот была же тоже, вот буквально на днях тема, есть такой футбол, вид спорта. Он сейчас приносит огромные деньги, если вы живете в Англии. Ну, то есть английские футбольные клубы – это уже полноценные такие предприятия шоу-бизнеса, зарабатывающие на телеконтрактах, огромные деньги. И для них, для всех крайне важен китайский рынок. Очень важно, потому что там много денег. И футболист лондонского футбольного клуба «Арсенал» Мисут Азил, у которого турецкие корни, который там обскандалился в немецкой сборной, потому что, в общем, фотографировался с Эрдоганом. Он мусульманин, и он поддержал… нет, он осудил притеснение уйгуров, поддержал уйгуров, осудил притеснение этих уйгуров со стороны китайского правительства. Причем это сделал как частное лицо. Для «Арсенала» теперь китайский рынок закрыт. Притом, что «Арсенал» сразу открестился и сказал, что это не их позиция, но было уже поздно. Так что, да, извиняться, извиняться, извиняться. Да, на самом деле, что я хотел сказать, китайский рынок, он как бы то ни… Китайский рынок, он совершенно гигантский, бесконечный. И, например, очень скоро, видимо, китайский рынок уже станет ключевым для футбольных команд. То есть, на самом деле, Европа… Они туда лезут изо всех сил уже очень давно. Они лезут в Японию, но сейчас Китай. Пока, понятное дело, ключевый рынок для футбольных команд – это Евросоюз в целом. Ну да. Очень скоро, видимо, Евросоюз превратится в экспортера футбола. Да, то есть, в целом он превратится в такой… Слушай, ну, НБА, вот есть огромная гигантская лига, которая в самой богатой стране мира. Ну, это… Что такое вообще профессиональный спорт? Это шоу-бизнес, просто шоу-бизнес. Ну, такой интересный подвид, да. Значит, прямые эфиры, огромное количество самоуразового мерча и так далее. То есть, вот это круто. И они продают телетрансляцию. И они ее продавали в Китае. Какой был дикий скандал в Китае, как много денег чуть не потеряла НБА. И буквально пришлось ехать и извиняться действительно комиссионерам. В связи с тем, что генеральный менеджер одной из команд просто разместил картинку, в которой было сказано «Борис за свободу» и что-то там «Гонконг». Ну, вот… Борис за свободу там. Да, поэтому, да. Борис за свободу. Причем их начали с говном смешивать, прошу прощения, у себя уже, ну, в Штатах. Потому что, ну, им говорят, какого черта вы прогибаетесь. А как это, какого черта, если там речь идет о миллиардах долларов? Ну, понятно, американский рынок, да, он тоже большой. Но китайский еще быстрее растет. Причем любовь китайцев к баскетболу – это удивительная вещь, учитывая средний рост китайцев. Ну, у них даже есть фотография закрытого города. Ну, турист снял, что там пост стоит почетного караула, да? И у почетного караула для разминки стоит баскетбольное кольцо. То есть вот почему-то вот так получилось. Для китайцев баскетбол стал национальным видом спорта. Это странно. Ну, парадоксально, на самом деле. Ну, это необычно, да, это все равно, что, я не знаю, для... Для монголов плавание. Ну, да, например. Буквально из этой серии. Ну, здесь понятно, в общем, то есть тот же самый футбол, они развивают... Не знаю, по поводу баскетбола, может быть, это культ высокого человека. Ну, не знаю, на самом деле, за ним он может быть... Начали при Мау, на самом деле, потому что, типа, коллективный вид спорта, да? И при этом он не требует больших, как бы, затрат. Ну, поставил ты тут кольцо и все. И не надо... Ну, поле футбольное, оно большое все-таки, да? Там, хоккей, это, ну, вообще чудовищно дорогой вид спорта. А тут что надо? Тут надо просто мяч, тут надо небольшую площадку и хватит даже одного кольца, на самом деле. Можно два поставить. Волейбол, он просто скучный в каком-то смысле. Ну, и самый популярный вид спорта, это волейбол, да. Да, а футбол начал развивать Си Дзиньпин, кстати. Ну, да. Он прям дикий фанат футбола, он начал очень бодро продвигать именно футбол. Туда начали вкладывать деньги для всех европейских футболистов. Сейчас съездить туда, это все равно, что на пенсию... Ну, заработать на пенсию. Два года в Китае от Пахарии. А Дюба собирался в Китай поехать. Да, но Жидан платит огромное...